Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами, казалось бы, об очень простом деле, а именно о поливе рассады. Речь в первую очередь пойдет о томатах, перцах, баклажанах, а также огурце. Эти растения, овощные растения, чаще всего выращиваются через рассаду. Растения, будучи высеянные в ящике или уже распекированные, конечно же, нуждаются в нашем регулярном уходе. Молодые растения, как и молодые дети, требуют особого внимания. Ведь от того, насколько качественно мы вырастим рассаду, будет зависеть и успех выращивания растений, и урожай. Казалось бы, ну что сложного в поливе? Поливай, да и поливай, чтобы почва была влажной. Вот и вся забота. Однако же, существует целый ряд правил, связанные с поливом рассады. Если говорить о посленовых растениях, о перцах, баклажанах и томатах, то эти растения очень и очень чувствительны к содержанию кислорода в почве. Им надо много кислорода, и поэтому перелив рассады является крайне неблагоприятным. Что же касается огурца, дыни и арбуза, то эти растения гораздо более устойчивы к недостатку кислорода в почве. Они водохлёбы, они любят много воды. И вот у таких огуречных, ну огурец, арбуз, дыня, вот у них почва может быть постоянно влажной. Для томата, перца и особенно баклажана это является абсолютно неприемлемым. Старайтесь поливать эти растения тогда, когда земляной ком полностью просох. Это будет способствовать развитию мощной корневой системы, а также образованию дополнительных всасывающих корней. При переливе или даже когда вы постоянно держите рассаду в мокром виде, в мокрой почве, развитие растений приостанавливается. Это как раз связано с тем, что им не хватает кислорода. Но обеспечить им этот кислород очень просто. Просто-напросто поливайте их изредка, тогда, когда почва уже полностью сухая. Кроме того, в условиях пониженной температуры, вот такое просушивание грунта будет замечательной профилактикой для развития чёрной ножки. Чёрная ножка очень любит развиваться тогда, когда холодно и грунт переувлажнён. Кислорода растения не хватает. Какой температуры должна быть вода для полива? Считается, что вода для полива должна быть такой же температуры, как и окружающий воздух. Ни более холодный, ни более тёплый. В этом случае стресса для растений не будет. Они не будут испытывать никакого температурного шока, когда вы проводите полив. Поэтому самое лучшее – это налить воду и дать выровняться температуре воды с температурой окружающего воздуха. Какой водой поливать? Многие жалуются, что вода из-под крана является слишком жёсткой для полива рассады. Мы видим высолы, выступают остатки солей, которые избыточно находятся в воде и не поглощаются растениями в процессе роста. В первую очередь это карбонаты. В определённой степени снизить карбонатную нагрузку на почву позволяет использование кипячения. Кипячение переводит растворимые карбонаты в нерастворимую форму, в накипь, тем самым снижая жёсткость воды. И когда мы её остужаем, не сливая осадок, сливаем кипячёную воду и кипячёной водой поливаем растения. Однако, зачастую, если рассады много, накипятить этой воды бывает очень сложно. На помощь приходит очень простой и очень эффективный метод, а именно полив торфяным настоем. Для приготовления торфяного настоя в отношении томатов можно брать и перцев, и баклажан не раскисленный торф, а в отношении огурца, дыни и арбуза только раскисленный торф. Но в целом вы можете брать раскисленный торф для всех растений. Вы берёте и на литр воды вот такую вот обыкновенную хорошую жменю торфа. Но у меня здесь 2,5 литра воды, поэтому я сделаю здесь 2,5 жмени торфа. Его надо перемешать с водой и дать настояться хотя бы в течение суток. После этого можно вот этой торфяной водой поливать ваши растения. Вы можете положить торф в полотняный мешочек для того, чтобы торф, попадающий на листья, не делал на них такой торфяной пыли. Хотя в этом нет совершенно ничего плохого. Вы можете также процедить ваш торф через марлечку и поливать уже вот этой процеженной водой. Либо если у вас растения находятся в отдельных горшочках и вы можете поливать непосредственно под корень, в этом случае можно поливать вообще без процеживания. Небольшое количество торфа, которое будет наслаиваться на поверхность почвы, не создаст никакой проблемы для роста и развития растений. Ну то есть можно выбирать абсолютно любой способ. Торф, который остался после настаивания, вы можете залить еще дважды. Он еще не будет терять своих функций. А затем, ну просто собирайте его где-то, используйте для составления почвенных смесей, подмульчируйте где-то, может быть, горшки в комнатных растениях, где грунт просел. Или просто выбрасывайте под растения в открытом грунте, мульчируйте посадки смородины, ну всего, что у вас есть в саду и огороде. Таким образом вы получите очень хороший состав воды, обогащенный дополнительно гуминовыми веществами, минеральными веществами, на которые растения ваши будут очень и очень отзывчивы. Что ж, вот такие нехитрые правила полива, отсутствие перелива, подсушивание, выравнивание температуры воды с температурой окружающего воздуха, а также использование торфяной воды является, ну такими прекрасными залогами успеха получения крепкой рассады. Кроме того, в каждый полив при желании можно добавлять различные биологические препараты. Бактоген, который на протяжении всего срока выращивания рассады будет защищать ее от атак различных патогенов. И этот бактоген останется с растениями до периода сбора урожая. Поэтому, заложив сейчас базовую основу защиты корневой системы, вы можете быть уверены, что впоследствии ваши растения не будут страдать. Препарат Максимун подготовит ваши растения к всевозможным стрессовым условиям. Если растения вдруг будут испытывать стресс, пересохнут, не полили вовремя, открыли форточку, переохладили, делали закаливание, переохладили. Вот к этим стрессам Максимун в полной мере подготовит вашу рассаду. Препарат Гулливер позволит развиваться корневой системе очень-очень гармонично. А препарат Стимул будет максимально стимулировать рост как корневой системы, так и надземной части. Поэтому в соотношении 1 к 100 вы можете добавлять любой из этих препаратов в вашу поливную воду и быть уверены в том, что ваши растения находятся не только под защитой, но еще и под гармоничной природной стимуляцией роста, которая даст впоследствии очень и очень хорошие результаты в виде здорового и богатого урожая. Много различных рецептов и лайфхаков находится вот в этой вот, не толстой, легко написанной с картинками книжке. Вы можете найти ее на портале процветок.ру, процветок.бай и так далее, в зависимости от той страны, где находитесь, и почерпнуть из нее много-много разных интересных хитростей, которые помогут вам в выращивании ваших растений. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok